Причинение тяжких телесных повреждений Статья 111 УК РФ Карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет Умышленное убийство Статья 105 Лишение свободы вплоть до пожизненного Геноцид УК РФ Статья 357 Лишение свободы вплоть до пожизненного Когда совершаются эти преступления, то злодея обычно разыскивают и часто задерживают. Его ждут уголовное преследование и суд. Но есть один вид преступной деятельности, который можно квалифицировать как убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и геноцид. При этом злоумышленник не просто остается на свободе, никому и в голову не придет в чем-то его обвинять. Какое злодеяние мы имеем в виду? Назовем его так. Отнимание трезвости. Это организованная деятельность, направленная на то, чтобы лишить человека трезвости, его естественного состояния. В ней участвуют все, кто производит и продает табачные, алкогольные и другие яды. Невозможно она без политиков, легализующих отраву своими законами и указами, в деле и те, кто формируют у населения положительное отношение к интоксикантам. Это владельцы масс-медиа, их редакторы и продюсеры. Нужно ли доказывать, что совместные действия всех этих сил приводят к гибели людей? На пачках с табачными изделиями так и пишут – убивает. Алкоголь каждый год становится причиной смерти сотен тысяч граждан нашей страны. Этанол и табак – яды. Это давно подтверждено наукой. Но спиртные изделия законодательно приравнены к еде. И табак, и алкоголь продаются вместе с продуктами питания. Отсюда следуют два важных вывода. Вывод первый. Если алкоголь – яд, но в обществе постоянно циркулирует информация о нем, как о пище, то мы имеем дело с мошенничеством и обманом. Вывод второй. Регулированием продажи алкогольных и табачных изделий занимаются органы государственного управления. А значит, государства напрямую участвуют в уничтожении подвластного ему населения. Политика властей любой страны, где этот вид наживы узаконен, разрушительна по отношению к людям. В XIX веке английский публицист Томас Даннинг писал, что уже при 100% прибыли капитал попирает все человеческие законы. А при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы. Отнимание трезвости – это тысячи процентов прибыли. Удивительно ли, что злоумышленники готовы на все ради таких барышей? Как у любого преступника, их мотив прост – паразитировать на своей жертве. Давайте сравним отнимание трезвости с другими формами социального паразитизма. Например, с воровством. Тот, кого обокрали, лишается имущества и денег. Утрата серьезная, но жизнь и физическое здоровье пострадавшего сохраняются. Преступника, как правило, ищут органы правопорядка. И даже если поиски не увенчаются успехом, общество осудит злодея. Жертвы будут сочувствовать. Люди стараются свою собственность от любого криминального посягательства защитить. Учат правилам безопасности своих детей и близких. Человек, у которого отняли трезвость, расстается не только со своими деньгами. Он тут же начинает терять здоровье. Для него многократно возрастает риск потери жизни. Отравленных чаще грабят, обворовывают, избивают и даже убивают. Мошенникам легче обвести такого человека вокруг пальца. Да и риск самому навредить окружающим, стать преступником, для него также многократно повышается. Но при этом действия, направленные на отнимание трезвости, не считаются преступлением. Большинство людей не бережет свою трезвость и личным примером программируют на самоотравление собственных детей. Отнимание трезвости по своим последствиям сравнимо с военными преступлениями. Нацистских преступников осудил трибунал в Нюрнберге. Они были приговорены к разным срокам тюремного заключения и даже к смертной казни. Люди в наши дни скорбят по замученным узникам концлагерей. Японцы до сих пор помнят о тысячах своих граждан, погибших в Хиросиме и Нагасаки. До 400 тысяч наших соотечественников убивают каждый год табачные корпорации. По данным ВОЗ, в мире от этой отравы погибает 6 миллионов человек ежегодно. Из них 600 тысяч – это так называемые пассивные курильщики, многие из которых – дети. За 20-й век табаком было уничтожено более 100 миллионов человек. Кто ответит за этот глобальный табачный холокост? Кто ответит за геноцид алкогольный? Жертвы войны оплакиваются, павших героев почитают. Но кто скорбит по сгинувшим в алкогольных и табачных бойнях? Разве что их близкие. И никто не осудит истинных убийц. Вина возлагается на убитого. Сам виноват. Виноват в том, что родился и рос в обществе, где отнимать трезвость – законно. Где самоотравление алкоголем и табаком постоянно вбивается в сознание как норма. А те, кто произвел отраву и нажился на гибели людей, избегают всякой ответственности. Их ласково зовут игроками табачного и алкогольного рынка. Депутаты парламента принимают законы, позволяющие убивать с целью наживы. Но никто не подвергает их уголовному преследованию. А как оценить действия российского правительства, которое в 93-м году запустило в страну транснациональные табачные компании? И в советское время Госплан СССР настолько ударно планировал увеличение импорта и производства спиртных изделий, что за два десятилетия Советский Союз вышел в мировые лидеры по уровню алкогольного самоотравления. Люди не видят в упор этого чудовищного преступления. Хотя его организаторы, исполнители и последствия всегда на виду. Не видят, потому что находятся в состоянии социального гипноза. С детства для них это привычный ход вещей. А раз отнимать трезвость законно, миллионы людей в эту деятельность легко вовлекаются. Владельцы алкогольного и табачного бизнеса, сильные миросевое и политики в одиночку бы не справились. Вольными и невольными их пособниками становятся деятели искусства. Они создают произведения, программирующие на самоотравление. Их соучастники – работники масс-медиа, в которых транслируется ложь об интоксикантах. От статей о пользе вина до юмористических шоу. К сожалению, и многие люди в белых халатах, да и вся медицина как система, трезвость не защищают. Рабочий примет отраву на конвейере, продавец пробьет на кассе чек. Взрослые передадут по наследству обычаи вымирания и деградации своим детям. Так и движется эта машина смерти. Большая часть общества согласна с мыслью – травить себя и других можно и даже нужно. Так принято, так надо. А кем принято и кому надо – об этом редко кто задумывается. В 2016 году нашу страну потрясла история с так называемыми группами смерти в социальных сетях. Последовала реакция властей. Поддерживаю инициативу депутатов Государственной Думы о дополнении законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Это позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов. Пресекать их деструктивную, еще раз хочу подчеркнуть, преступную деятельность. Тысячи интернет-сообществ, телеканалов и печатных изданий постоянно вбрасывают в умы детей и взрослых информацию, которая в итоге приведет их к гибели. Чем это не доведение до самоубийства? Но где наказание? Отравители добились главного. Взяли под контроль общественное мнение. Они постоянно внушают населению мысли. Это ваш выбор. Это ваша извечная традиция. Это кайф, к которому вы сами стремитесь. Невероятное по своим масштабам преступление остается безнаказанным, потому что его обманутые жертвы покорно подчиняются своим палачам и угнетателям. И пусть нет пока еще такой статьи в Уголовном кодексе, отнимание трезвости все равно остается подлым и жестоким преступлением против человечества. Продолжение следует... Продолжение следует...